вот в такой автобус который стоит напротив вполне входит в отсек аппарат чуть-чуть колесо выступает можно ехать спокойно экономим зарядку потому что оттуда не хватает 6 километров маленькая батарея поэтому до тайги придется ехать плюс один градус уже утром было минус 2 комсомольская тест 3 отъехал я от остановки ну и собственно вот мне дальше в ту сторону вот де телевышка кто смотрит канал тот в курсе да что и где куб и когда начинаем мы в общем наш суровый тест не менее суровый тест самоката сюда же один я бы назвал немножко по-другому ну ладно может название напишу это массаж просто поеду я по лесным дорогам кататься сейчас два с полной километра выскочить на остановку где я обычно выходил на рыбалку ну и дальше по лесу дом с перетаскиванием через бревна по камням в общем и я наверно приделаю камеру action вот нехитрая приспособа но к сожалению умер аккумулятор хотя учат заряжал ну короче камера это уже камера работает аккумулятор и говно в общем экстрим не попал экстриму я хапнул один раз попал значит чуть не шел с трассы воблинг был и другой раз пошел там где запрещено на обгон на повороте на выезде камаз меня начал обгонять с дровами ну как бы ничего самокат идет ну конечно 30 его предел больше 30 начинается уже экстремальное вождение руль база маленькая поэтому эти все резонансы он очень сильно ловит то есть пошире буквально вот вот так вот бы был охват вот вот так было бы терпим он просто уходит плен в разнос прям кто-то тут распилил дрова наездили дорогу но в поеду смотреть что там поехал я достигнутая цель пришлось тащить тут метров 50 практически перетаскивать через бревна тащить по рукам по вот такому граве он не есть не едет цель пути достигнута во время уложился которое отведено было экстрима экстрим только на дороге не уважают нас другие участники движения особенно камазы сожалению не попала на запись могло быть даже вещественным доказательством вернее не вещественным а информационным того как охеревшие камазисты просто нарушают все мыслимые правила ну вот река рыба я так думаю спустилась уже хотя черт ее знает может и нет потому что были поклевки когда лед был у берега рыбачил я пару раз киты вот не вижу ну тут даже в сапогах можно перейти судя по всему перекат ну разведка случае можно будет сгонять еще если вдруг погоду завтра подарит пока если берется просто мне до базы то дальше идти вон телевышка галинов не вижу водичка чистенькая прозрачная изумительные новые коряги или это старые замытые так вот это было а ну да я же был выше вон они вода конечно совсем мелкая тут ехал вдоль дороги протоки тоже ничего нет наверно ушла все таки рыба по такой мелкой воде хотя пока не кинешь не узнаешь как говорится кто его знает да можно пройтись ладно пойду я сейчас костер сделаю все как надо на месте а потом уже где-то сейчас плюс 3 градуса солнце припекает здесь вот подморозило с ночи но все равно чувствуется тепло сейчас где-то у меня рабочие должны быть перчатки нет и не гоночные рабочие найду их соберу дров тут еще на растопку привез в общем чай есть термосе ну костерок пожечь хочется вот такие вот дела вот такой вот аппарат кстати обнаружил я двадцатого года аппарат задняя подвеска он чуть чуть длиннее на 10 сантиметров то есть им аккумулятор там 18 ампер то есть это уже вполне был толковый аппарат назывался он у нас сибири но его выпускать не стали видимо он как раз уложился в эти вот неде он недорогой относительно был что-то 40000 и он попал как раз в нежелательное да то что будут покупать это что действительно может вытеснить все другое поэтому его так тихо в общем с люди во всяком случае двадцать первом году не повторяли движок там стоял 1000 и вариант был с двумя ведущими ну тут потяжелее тут уже 35 весил то есть ты сейчас сзади ты сейчас впереди был вариант еще на заднем колесе те же 12 дюймов но только что наличие подвески а вот езда по тайге ну по лесной дороге это конечно по лесной еще идет более-менее ну как только у съезжаешь на камушке рядом с речкой это простота шоу начинается это уже лучше ехать по самокатному ну в общем как говорится тут уже чисто при но все равно приятнее чем идти до быстрее чем идти ну и что еще во всех бугорках не хватает ему мощности то есть мощности ему не хватает то есть где-то у него как бы динамика такая плавная поэтому надо где газануть крутой бугорок он притормажет приходится как бы ногой подталкивать ну то есть как бы шоссейник он все-таки этот аппарат что не говорит для наших условий он немножко это не дотягивает ну-ка по тем причинам которые я озвучил как говорится когда выбирал самокат и как бы ну плюс еще холод конечно батарейка немножко подсевшая ну батарейка в принципе хорошая он смотрел выключал пока ехал в автобусе она на пол вольта вверх поднялась то есть она все равно заряд держит до нуля как бы она рабочая вполне вот такой вот третий день тестирования ну пока пожрать надо там продолжим уже нибудь я вам еще наболтаю вот не то что то светом от расположился и ветер начал дуть в сторону вещей это магия постоянно происходит блины искры на меня полетели хоть не прожег моя рокерская куртка русская байкерская специально достал ее из кожи все символизм соблюден кто празднует всякой хлына мы как говорится предков вспоминаю но конечно не ожидал я столько экстрима на дороге что абсолютное хамство практически стоит только исчезнуть даже смешно и самое смешное не успел я рассказать в автобусе мы чуть дтп не попали на одном из оживленных перекрестков центральная улица ленина то есть он тормознул так что все прям сидушек полетели но я держал нажатый тормоз и меня даже не шелохнулся самокат подпрыгнул но стоял на месте вот значит ну чё теперь можно покушать жарко на столько что шляпу снять хочется вот эта энергия приюта и куртку кстати тоже так что не верьте глазам своим ну конечно дальний восток он загадочен места силы дальнего востока загадочный вдвойне непознаваемый на базу я ходить не собирался можно было конечно прогуляться посмотреть ну как бы я немножко не так экипирован тонкие носки у меня соберу все колючки сухо конечно хорошо грязи нет все высохло это так остатки даже высохла полностью река видимо малек погиб тут не было даже так вот в том году воды было больше явно она когда замерзала тут за береги были а сейчас вот речка скукожится к может ее там перекрыли или чего но это все следствие вырубки леса издевательство над природой поэтому она увы сейчас под толстых подложек тонкие так быстро прогорели но увы дает о себе знать варварское отношение человека к своей планете но планета ответит тем же потому что она не может так наблюдать беспристрастно как ее просто убивают эти уже не назовешь даже детьми а расплодившиеся волши паразиты до которые и друг друга то не уважают я надеюсь к моим зрителям это не относится кроме одного там какого-то сотрудника видать который постоянно дизлайки ставит поэтому ни в коей мере я думаю что все природе бережно относятся мусор если не забирают с леса то хотя бы обжигают закапывают как-то утилизирует и уж за свою жизнь посадили ни одно дерево наверное все таки забыл кедровые орехи сегодня собирался собирался ну как бы провозился с камерой хотел кедровых орехов взять на посадку по раскидывать мне прислал товарищ с приморя наш подписчик наш спонсор канала можно сказать полноправный почти два килограмма или три вот пару съедим один на посадку килограмм как водится разбрасывая как сеятель разбрасываю неизвестно вырастут нет ну может зверям достанется бурндучкам там всяким барсучкам тоже неплохо может они рассадят белки потому что не угадаешь с орехов очень сложно вырастить и шишки проще вырастить кедр лучше сесть саженцами ну замыло вообще все да вот это вот принесло не было одного дерева вот это вот корень принесло свежак то есть было дальнее дерево и вот это вот и он как их замыла тут яма была хорошая я тут кстати блесну оставил нет не оставлял сдергнул я и сдернул сдернул хотя тут массу оставили другие люди всяких прибамбасов можно было поискать не в таком виде как сейчас это надо водочку брать надо брать полотенце окунаться так ух второго человека на страховке креслица ну ладно как мы привыкли в общем с нормальным биваком чтоб не было сквозняка либо хороший костер ветерок кстати сквозит ну дойду еще плавно перероски самоката в путешествие по дальнего востока ох как тут вода ушла вот здесь вот было уже даже больше чем по колено было в прошлом году да было по колено она где-то вот до сюда доходила сейчас вообще безобразие сплошное чай у меня там остынет ну ладно не суть важно приятно окунаться в этот мир я собирался поутру 9 стартанут не было достаточно холодно и всякие подготовительные мероприятия киты я не вижу была она тут нет даже мертвых я рыжь не вижу поэтому может ее не было могли ее перехватить могли в речку не пустите было ее мало поэтому я тут то есть они не был не скажу пребывал я в пессимизме да кстати интерес вот яма тут сохранилась я могу здоровая яма конечно шикарная как она была ха вот даже пересох вот вливающийся сбоку ручей пересох я сейчас прерву и сделаю несколько фото вот подняться можно в лес хвататься нельзя это колючки торчат посмотрим есть тут лимонник хотя птицы на расклевали да тут хорошая яма но тут может что-то еще остаться если рыбаки тут не выловили ну чисто теоретически а там все пересохли ну и тропу я смотрю так и никто не протаптывал вроде как я не занимался протопкой тропу да нет ходили что-то про это осталось эту часть прошлогодняя тропа да интересно побродить было надо теплые носки все тепло что вода ледяная ладно поставим это до конца недели вдруг снега не будет и морозы обалделая просто благолепие у костра спокойствие отсутствие городского сумасшествия чего лишены люди живущие в больших городах вот что есть у нас отсутствие сумасшествия занял я сидушку печеньками мне так хорошо выдыхать воздух хотя он уже не такой хвойный как раньше был лет 30 назад он одиночный елки еще растут а кедров практически нет все вырубили но все равно русские березки вон там тополя реликтовые как вы помните возрастом огромный и вот и находишься в этом мире на правах его как говорится тоже обладателя всех его богатств несметных ощущаешь кайф мы спасибо конечно вот этому аппарату потому что в связи с тем что транспорт совсем отвратный у нас стал абсолютно не заточены на человека даже того который вкалывает в 10 гибнет на радиоцентре там еще где-то вояк служит вот это вот резко облегчает проблемы так что электротранспорт это уже не будущее это настоящее вариантов масса и главное это все живое бурлит так же как это река до новые модели появляются то есть новые варианты какие-то то есть можно подобрать под свой характер под свои задачи в общем свой найти свой драйв или свое спокойное движение что вам больше нравится мне утромится больше драйв вот такие вот сочетания спокойствия и резких каких-то перекатов с неизвестностями поэтому вот я выбрал свое была мысль конечно проехать по тропинке по лесной тут есть тропинка ну увы я боюсь что там придется тащить и все-таки кое-где там могут лужи быть поэтому не сейчас и выехать в деревню помните я по джунглям ходил в том году с экшен камеры вот примерно так же по этому маршруту только там дорога чуть-чуть в сторону уходит вот джунгли раз попал и застрял обратно не дают идти так выбрался это все вот вода накуролесила когда река во время ливни выходит вот так под берега тут страшное творится вот такие вот бревна плавут тут вот видите уже в тени мороз ледок стабильно стоит опуста минус 4 минус 2 ночью но яма тоже приличная очень даже сейчас наверно по поездам очень хорошая и бьют ключики холодные и там вот скала вот она торчит дорога проходит да я бы сказал что даже на нее она заходит дорога подымается авто вот на эту скалу то есть тут низина а потом она уходит вверх через перевал и с него с перевала видно то с трубу она так немножко ниже даже находится ну во всяком случае середка трубы ниже и градир не ниже а труба верхушка может на уровне много я наболтал уже знаете говорить не хочется но хочется как-то это все щедрости поделиться чтобы каком-то желтом тумане который накрыл москву там были в сырости в питерской или непонятных там липких всяких сумерках сочи ощутили вот наше все как я шутил до писала этих испанцев в чате про вулкан неделю назад южный берег охотского моря ожидая значит новых переселенцев гарантируется хороший вид богатая рыбой моря пляжи и прочее значит трудоустройство на золотых этих рудниках и урановых прочее короче что нам обещают да ладно насладившись в полной мере одиночеством спокойствием тайгой и приходится покидать этот гостеприимный в общем как всегда лес ну и к тому же гости прилетели вороны начали орать начали как говорится от 46 километров это общее не нужно так ну 53 зарядка батареи то что все только начинается сейчас драйв в город будет тут в принципе вот по поселку самая муторная до того места где был потом будет уже нормальная дорога ну там у меня уже аккумулятор сядет насколько не знаю ну пока он метражу по зарядке хватить должно то есть пока все пять делений вот видно светятся то есть в принципе нормально туда тех сожалению это чудо техники отказываться на втором на запасном тоже не тянет аккумуляторе вот хотел просто показать участок дороги сравнить размеры камней с диаметром колеса так тут его поставить вы как нибудь чтобы не стартанул сейчас я отвяжу пожалуй эту экшен камеру уберу вот то есть вот по этим каменюкам он идет достаточно неплохо ну конечно вы ловить приходится потому что движка не хватает скорость маленькая он начинает гулять хочется чуть-чуть прибавить а он ползет 5-6 километров в час вот здесь вот горка он едва и и ну ногой я не помогал потому что я разогрался вот с той вот горки а вот туда я заходил он почти сдох наверху что здесь я притормозил и как бы ну именно из-за того что проселок по асфальту он бы зашел в подъем ну вот обратно вот это я проехал заскочил бодро ну как бы это уже акробатика то есть вот недостаток мощности узкий руль и и база короткая то есть приводит к тому что все таки он это не такой устойчивый то есть 10 сантиметров добавить бы ему хотя бы он 103 да вот 113 как та модель которую сняли с производства во сибири заднем амортизатором из более мощный было бы сама то ну тем не менее радует тем не менее едет не стоит и бодренько так сейчас я перешел на первую скорость зависит еще от нагру настроек контроллера все-таки вот хвалят вторую скорость но это асфальт городской а реально по проселку первое на третье я попробовал вообще не идет то есть там плавный старт только ограничение работает а вот на первой только ограничения видимо такого нет ну тачок пусковой побольше и соответственно он тянет полученной первой скорости то есть больше тот больше крутящий момент это прямое правило как бы вне зависимости от оборотов крутящий момент определяется током короче в электродвигателей поэтому не имея крутящего момента общем и собственно стартануть не можем поэтому все скоростные колеса они становятся скоростными когда их только раскрутит то есть ну к вопросу о коробке передач все опять возвращаемся и что скажу ну колесо конечно узковато то есть по коллеге я ездишь нормально но сходишь когда вот на камнях чувствуется и на вот с ветками дорога то есть тут колесо тоже что и на песке зарывается хрустят ветки под ним соответственно ну не хватает ему то есть не очень надежно себя чувствуешь как бы элемент неустойчивость элемент проскальзывания то есть опять таки плюс ну внимание требует было в шире колесо он бы шел устойчивее то есть поэтому я считаю что заднее колесо желательно 10 сантиметровом или 8 ширину делать то есть у нас есть 3 дюймовое колесо 7 с половиной даже 7 с половиной было бы уже было лучше именно вот по универсальности на шоссе вопросов нет а вот по такой дороге как бы это я еще на проселке ощутил сейчас убедился просто что так она есть ну тем не менее едет зараза едет и хоть бы что несмотря на то что там знак висит 40 где-то идут 60 80 так что ну 35 он идет встречный ветер возвращаюсь я в город и уже не на автобусе ну дальше обочина начнется нормально но пока как бы проеду по дороге есть есть возможность тут вот ездят говновозы самые крутые лесовоза больше таких крупных пока машин нет до переезда доеду там легче будет да все таки этот самокат для женщин сидушка чё-то надо делать я с дороги ушел на более-менее неплохое кстати но покрытие но тем не менее сюда ехал я уже видел что тут копают стрелку но я сейчас ухожу вправо и по той дороге еду вот мерседесы всякие 333 ну мерседеса нет и он туда в лес не проедет поэтому эти выезд из города вот как за ужина хреново что здесь обочины нет во-первых во вторых вот такие вот ездят уже не слабые машины ну ладно потихоньку потихоньку по поселку я проеду это я уже сейчас на месте вот сейчас чуть-чуть вперед подамся где я в прошлый раз перцевал по сопкам сейчас может покажу даже эту сопку забор закрывает так вот шарик виден а сопку закрывает забор это вот как раз база где эти самые хозяйство все это вот я снимал вот буквально там вот поворот вправо знак стоит ну не видно мне отсюда ладно уже теперь как говорится поверьте на слово надо ехать в общем пока дорогах спокойно проскочил я вдоль металлургического завода уже отдалим в особке у дорога хорошая но отсутствует обочины тротуары поэтому пришлось бочкам ехать так ну нормально но что интересно скорость 30 не короче что-то глючит контроллер от холода идет рывками то 35 дает то 28 средняя скорость 30 было то есть и вроде как газ вытягиваешь но сейчас посмотрю что-то такое так сейчас секундочку это у меня упал телефон из перчатки выскользнут значит 12 километров уж не помню с чего она пройдена ну ладно я уже а ну это 12 километров пройдено с точки короче где стартовал с речки так 44 9 это в общий километраж или вольтаж а 44 9 вольтаж ну то есть батарейка уже умирает возможно я даже сдохну раньше тем хотелось бы но это вот следствие видимо температуры будет бородатый такой а или в этой просто шарфики ну и встречный ветер был ну так как бы умеренный но все равно это а нет бородатый дядька как бы встречный вечер давал короче гарри но тем не менее вот автобус рейсов и обогнал это если бы я не стоял я уже прошел перекресток самый час у нас трудный перекресток тут постоянно нужно конечно в сторону гаи свернуть и трампарка но мне надо туда направо поеду так же как и в прошлый раз для чистоты эксперимента посмотрю где сдохнет самокат все сдохли не горит вот это здесь под стенами родного политена заряд то и закончился да они проехал то аппарат заявленных заявленных даже 22 километра вчерашних не проехал когда я тут накручивал 13 9 до 3 16 километров всего это при том что я не штурмовал никакие горы то есть температура меньше на два градуса сегодня то есть минус 2 с утра ну скажем так по среднечку можно сказать почти такая же но тем не менее он сдох забит был до полного то есть вот видимо длительное все-таки время нахождение аккумулятора в холодном состоянии дало себе знать да а мне еще пиликать до 66 еще три км и минимум в общем все понятно короче аппарат не для зимы ну как говорится болезни вылезают с чем связано такое поведение аккумуляторов хрен знает потому что я особо не газовал ну почувствовал просадку еще на подъезде еще даже на трассе вот я шел после ремонта переезда до от завода амурсталь даже к заводу амурсталь уже просадки были какие-то дергался вот горел я что контроллер дергается как-то непонятно ну ладно сейчас может стримчик забабахаю обидно конечно я думал до дома доеду еще у меня останется в запасе а тут вот такое вот и все и беспросветно ну как говорится чё ждать от китайской бюджетной техники тут как бы да еще с жестких условиях все-таки жесткач на дороге на два километра с небольшим это значит по лесу это все-таки жесткач там расход видимо двойной аккумуляторов их можно засчитать за все 6 километров даже тройной наверно потому что ну как бы практически ручкой газов туда-сюда пробуешь то есть активно работаешь видимо малый то это вот как раз связано с малым током аккумуляторов не любят они такие моменты не хватает у них именно импульсного тока при том что емкость вроде большая но садит их импульсный этот большой ток и контроллер не дает раскрыться даже движку в том виде в каком он есть самое смешное что я не могу насколько глупо сделано да ну горел бы но не запускался я не могу даже посмотреть чё с батареи то есть просто выключился и все это конечно тоже недостаток вторичен по сравнению с качеством убогим самого этого дисплея ну как бы тоже бесит иногда я уж как кое-как разглядишь скорость и ладно как бы так переходим до или нет нет ни хрена сел тут выпил остатки чая ну так конечно не поедешь как вот молодняк замучаешься просто вырабатывать тока главное бесполезно он тугой достаточно в общем постоял он минут десять что-то там появилось 200 метров да не 200 даже 100 наверно я проехал может 150 и все и толкаю уже километр с лишним осталось чуть-чуть потолкать ну в общем можно сказать что тесты завершены суровые как говорится разочарования особых нет ну радость умеренная потому что вот болит 5 . короче все таки по лесу и по гравию в общем тяжеловато на нем это сидеть просто да и по бордюрам она отбивает вот эта часть ну сидушка это его проклятие короче говоря конечно за неимением гербовой можно на такой сидеть но все таки и вот она еще прокручивается бывает тоже ее надо там видно она не рифленая тоже набить этих самых заусенц чтоб держалась ну аккумулятор маленький это увы ах и ясно может они специально могли пятнашку сделать там нас 16 ампер часов это вот как бы был комфорт как раз недостающий а так вот рыск если куда-то едете без розетки да то есть все как бы но у меня чем у меня удовольствие поэтому я отдохнул хорошо набрался сил силы в лесу много поэтому дотолкаю уже и погода хорошая не дождя ничего в общем все с ним понятно в короче надеюсь удовлетворил полностью вашу любопытство за отсутствие съемок движения ну извините так вот получилось